На дворе осень, и некоторые уже задумываются о покупке зимней резины. Естественно, никому не хочется переплачивать, поэтому многие смотрят в сторону белшины Artmotion Snow. И сегодня расскажу, почему эту резину стоит покупать, а также, почему ее стоит обходить стороной. Поехали! Короткое предисловие. В настоящий момент я езжу на Peugeot 308 в кузове Т9, универсал, и это уже третий автомобиль, который я использую, так скажем, на постоянке и подолгу. И на всех на них я покупал белшину Artmotion Snow в качестве зимней резины. И ни к одному автомобилю у меня не было вопросов, все достаточно адекватно и все предсказуемо. Что касается обзора на саму резину, то я не хочу повторяться, в описании есть ссылка на обзор белшины Artmotion Snow. И несмотря на то, что ему уже несколько лет, я полностью согласен с тем, что говорил тогда. Как говорится, не добавить, не отнять. Дальше выпустил еще один ролик, когда мне начали хейтить, мол, это реклама, сколько заплатили там и все такое. Посмотрите, кому интересно. Опять же, не хочется повторяться. Ну а в этом видео мне бы хотелось добавить пару не очень лестных слов в адрес белшины. Видео я разделил на несколько глав, все тайм-коды в описании. Глава первая. Плохие новости. Так вот, в 2021 году купил Peugeot, зимней резины не было. Ну, как бы была, но резины это уже не назвать. Естественно, по старой памяти купил белку. И в целом все отлично. Если зайти на сайты и посмотреть отзывы, то белшина уже, наверное, лет 5 просто разрывает всех. По крайней мере, в Беларуси. Смотрите сами. Больше 400 отзывов. А у ближайшего конкурента чуть больше 80. Я думаю, цифры говорят сами за себя. И я к этому еще вернусь. Но купив белшину ArtMotion снова в этом году, у меня начали появляться вопросы. Смотрите, возможно, я никогда не обращал внимания, но по какой-то причине на заводе забыли дорезать ламели. Вот тут. А еще вот тут. И здесь тоже. И вы знаете, мне это как-то не нравится. Я понимаю, что в процентном соотношении не так все плохо и не критично. Наверное. Но я заплатил деньги, и мне хочется продукции определенного качества. Повторюсь, хочется верить, что ничего критичного не будет, но факт имеет место быть. Глава номер 2. Наблюдение. Когда я установил резину, естественно, поехал на развал. Там все замерили, все сделали. Одним словом, с машиной все хорошо, все ровно. Ездить можно. Ничего кардинально по сравнению со старой белкой не изменилось. Такая же волосатая, поэтому обкатка примерно в 500 километров по асфальту, пока еще нету снега, просто обязательно. Пока эти волоски не сотрутся, резина правильно работать не будет. Такой вот косяк. Но это не новость. Об этом, думаю, все знают. Раньше, кстати, волос было больше. Сейчас немножко поменьше, но все равно много. Второе. Поведение на асфальте при плюсовой температуре такое же неприятное, как и было. Машина плавает почти как рыба, если вы начинаете активно крутить руль. Когда я говорю плюсовая температура, я имею в виду плюс 10 или около того. Но как только поехал на дачу, с утра выехал обратно, когда приморозило градусов так на 7-8, наверное, вам не передать эти приятные ощущения, вот когда резина заработала. Тормоза прямо стали тормозами. А управление стало таким, как должно быть на зимней резине. Нет, не подумайте, она не претендует на премиальные бренды. Но когда месяц ездишь, а на улице все плюсы, плюсы, тут раз, минус 7. Сразу контраст по поведению резины. Мгновенно. И в лучшую сторону, хочу сказать. Что касается шума, то он минимален, резина реально комфортная. Мягкость хода тоже хорошая. Ехать приятно. Единственное, что она тяжелая. Хотя, впрочем, все как и раньше. Не буду повторяться. Пройдите по ссылке и посмотрите. Там все достаточно подробно. А вот на что я особо не обращал внимания, так это на расход. После покупки проехал примерно 2000 километров. И расход вы видите у себя на экране. Это 5,5 литров на сотню в смешанном режиме. Когда поездил побольше, и дело уже идет, так скажем, к зиме, постоянные прогревы и так далее, то расход остановился примерно на отметке 5,9 литров на сотню в том же смешанном режиме. Стиль вождения нормальный, точно не пенсионный. Последняя глава. Голосование. Или, правильнее сказать, голосование рублем. Честно говоря, раньше я не обращал внимания, на чем ездят люди. Ну, ездят себе и ездят, это их личное дело. Дело каждого. Но каково было мое удивление, когда белшины реально много. Объективно, очень много людей выбирают именно белку. Некоторые даже ездят на ней круглый год. Некоторые не делают на машине развал или просто банально ее перекачивают. Вариантов можно встретить очень много. Но главное, что белку выбирают далеко не только на дешевые автомобили с гнилыми порогами. Хотя и такое встречается. А как правило, на середнячки с ценой от 7 до 12 тысяч долларов. И это уже о многом говорит. Это я к тому, что навряд ли все массово на последние деньги начали ее покупать от безысходности. Скорее наоборот. Многие люди просто ценят свои деньги и понимают, за что они платят. И именно поэтому и берут белшину. Это я все к тому, что когда лично я покупал свою первую белшину, то я именно так и думал. Денег не было и нужно было купить хоть что-то. И желательно не овальное и не квадратное. А потом поставил на машину и вы знаете, прям приятно удивился, что она едет. И едет мягко, гребет, не шумит, булки не вылазят. Вкупе с электроникой автомобиля вполне себе управляется зимой по снегу. Средненько и не очень хорошо ведет себя на льду. Я думаю, как и абсолютное большинство другой бюджетной резины. Ладно, к чему я это все? Покупать или нет, это сугубо дело каждого. Тем более, если ценник не маленький и вплотную конкурирует с другими. Я про то, что, естественно, белшина это не Мишлен, не Хэнкук. Но это не дно днищенское. Скажем так, белка успела заскочить в последний вагон нормальной недорогой резины. Но как я уже говорил в начале, вот эти неприятные мелочи, типа забыли прорезать, ну начинают настораживать. У кого есть белшина, напишите в комментариях. У всех так или только у меня. Ну вот если кратко, то пожалуй все. Разумный вопрос. Наговорил много, а по делу так что, покупать или не покупать? Первое. Конечно, решайте сами. Лично я брал в начале осени за 102 белорусских рубля. Или 43 доллара за штуку. R16 205 55. И за эти деньги это хороший и здравый выбор. Но смотрю на цены сейчас, а там ценник чуть ли не до 56 долларов доходит местами. И тут уже возникают вопросы и конкуренты. Так что смотрите сами. Вполне резонно добавить немного и купить что-то другое. Также вот эти неприятные звоночки в виде недорезанного протектора заставляют задуматься. И вот прямо сейчас я пожалуй советовать ее не буду. Поезжу до весны, а там дам знать, все плохо или все хорошо. Как-то так. Пожалуй у меня на сегодня все. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. Стараюсь отвечать всем. Всем пока и удачи на дорогах. Продолжение следует...